Строчка за строчкой. В этой мастерской сшивают важные изделия. Это и одноразовые костюмы медицинского назначения, и такие шапочки, как на самих швеях. Машинки только успевают выдавать одну стежку за другой. В сутки здесь производят 5000 костюмов. Спрос по-прежнему превышает предложение, а рынок сбыта очевиден. Это в основном больницы, госпитали или оптовые компании, кто связан с медициной. Границы географические. На данный момент по всей России мы отправляли в Екатеринбург, в Мурманск, ХМАУ. Очень много запросов, потому что у них своих производителей таких медицинских изделий нет. Иркутск очень много, Хабаровск. Предприниматели Надежда Карева и Татьяна Метелица до пандемии три года шили модную женскую одежду. Когда рынок стал диктовать новые запросы, то партнеры первыми в Омске переориентировали производство. Маски, бахилы, костюмы – теперь это их профиль. Только масок настрочили 100 тысяч штук. Получить регистрационное удостоверение на медизделия помогли власти. Для нас очень важно снизить стоимость средств защиты, потому что стоимость маски 29-30 рублей – это дорого. А масочный режим непонятно, сколько нам по времени придется соблюдать. Может месяц, два, может до конца года. Все зависит от пандемии в мире, не только в нашем регионе или в нашей стране, в мире, как это будет происходить. Может нам в этих условиях придется жить месяцами. И чтобы сегодня каждый человек имел такую возможность купить дешевую марлевую повязку или дешевую маску, для этого нам необходимо поддерживать вот таких активных наших родных предпринимателей, которые уже работают не только на Омский регион. Они поставляют и в соседние регионы, и в Томск. Вот последняя партия у них там заказ на 15 тысяч костюмов. И в другие регионы Сибири и Урала. С одной стороны, еще раз говорю, это рабочие места. И более того, здесь увеличилось количество работающих. Это налоги для региона. И самое главное, это под боком средства защиты, которые можно в любой кризисной ситуации всегда иметь. Здесь шьют вот такие костюмы второго класса защиты. Их классификация означает, они предназначены не для контактов с больными коронавирусом, но они востребованы у врачей скорой медицинской помощи и в других сферах здравоохранения. Их стоимость ниже, чем у импортных аналогов. Соучредители предприятия пошли на новинку, чтобы сохранить рабочие места, коллектив. А сейчас подумывают о расширении. Собираются арендовать еще 400 квадратных метров производственных площадей. Планируют закупить оборудование для стерилизации и начать пошив обычных и стерильных хирургических медицинских халатов. Соответствующую заявку собираются подать уже на следующей неделе. Евгений Енифанов, Антена 7, по материалам пресс-службы правительства области.